Как ты считаешь, повлияли ли деньги на Кадырова и его окружение? Кадыров был испорчен-то еще и до денег, но деньги его просто свели с ума. Выключается музыка, через микрофон охрана говорит все телефоны, каждый, кто, если кто-то что-то снял, сфотографировал, удалите. Если что-нибудь на телефоне найдем, не поздоровится. И потом вот этих всех людей начинают проверять их телефон каждого человека. Некоторые хотят преподнести это как кут личность, туда-сюда, что я, ну, что-то, они думают, что мне это нравится, мне это не нравится. Когда я себя вижу, когда я слышу себя, мне бывает неудобно, неловко. Тот, кто тебя поддерживает, здравствуй, Тумсо. Ни для кого не секрет, что деньги портят и развращают человека. Как ты считаешь, повлияли ли деньги на Кадырова и его окружение? А конкретно в трех словах. Проституция, наркотики и мужеложство. Есть ли это среди них? Но, грубо говоря, делают ли они такую же грязь, как и Кремль? Ну, по поводу последнего я не знаю. Тут я, конечно, ну и не интересовался, честно говоря, и никогда не встречал. По поводу наркотиков и проституции. Но проституция, конечно, не в той форме, в классической, да, когда просто есть некая дорога, и там стоят и продаются, значит, женщины. Не в такой форме, конечно. В другой форме она есть. И то, что они сегодня, вообще вся их деятельность, их переход на сторону России, их предательство, это все можно охарактеризовать вот этим словом. Проституция. Это все входит в это, понимаете? Предательство. Все то, что они там сейчас творят, вот эти вот под прикрытием религиозности, всякие вот эти концерты, когда они окутывают этих звездочек эстрады, не покрывают их, да, в хиджаб, как это надо, а окутывают их и называют это хиджабом, якобы исламской одеждой, когда ты смотришь на нее, и что она была бы одета иначе, да, там, как обычно одеваются звезды российской эстрады, и что так, наверное, еще более ульгарнее это выглядит. То есть, все это на самом деле является, конечно же, тем, что ты сказал, снова и снова неудобно даже это слово произносить. Наркотики, это само собой, это все имеется. То, что деньги портят человека и развращают, да, разумеется, не каждого, но многие люди подвержены этому. Считаю ли я, что деньги испортили Кадырова? Кадыров был испорчен-то еще и до денег, но деньги его просто свели с ума. Он просто стал вообще сумасшедшим типом, ты понимаешь? Бывает так, что человек, он родился в богатой семье, он видел все вот эти вот блага богатой жизни с самого детства, с рождения. Всякие отдыхи в дорогих местах, там, Мальдивы, Дубай, Канары и так далее, да. Он видел дорогие подарки, дорогие машины, дорогую жизнь, дома, вот это все у него как бы было. И он, привыкший к этому с детства, он не сойдет с ума от того, что там он станет совершенно летним, у него появится свой бизнес и так далее. И так далее, он не станет от этого сумасшедшим. Кадыров же всю жизнь, никогда не видевший подобного, живший достаточно бедно, и к тому же еще как человек с ограниченными умственными способностями, когда он получил вот эту вот огромную, ничем не ограниченную власть на территории республики и колоссальные просто денежные средства, он сошел с ума. Отсюда начались вот эти вот всякие звезды, эстрады, которые приезжают на дни рождения. Грязный вот этот гужбан, просто грязь. Съемки, деньги летающие, когда они там танцуют. Упзыпанный пол деньгами и они танцуют на деньгах. Вот эти вот съемки этих мероприятий. Ну, в общем, вся вот эта грязь, вот это вот слово, которое очень хорошо характеризует то, что там происходило, это грязь. Вот эта вот грязь и нестеснение этой грязи, когда это все снималось, это все произошло от того, что снесло крышу. Деньги снесли крышу. А теперь уже он немножко остепенился. Поэтому сейчас уже не проводятся никакие там съемки, ничего. Они так же гуляют, так же гужбанят, так же грязно. Но это теперь запрещено снимать. Я был на одном мероприятии, на одной свадьбе, где присутствовал Кадыров, он приехал туда. И он там танцевал. Станцевал, они зашли в этот дом торжеств, там посидели, потом вышли. И вот этот лоузер, он заходит в круг, танцует, начинает усыпать деньгами, подносит просто мешок, не мешок, а сумку подносит. И вот человек специальный, там у него есть такой тип, он, значит, начинает без остановки выбрасывать деньги. Кадыров заканчивает, все усыпано деньгами. Кадыров заканчивает, уходит. А, нет, Кадыров танцует, и в этот момент кто-то вытаскивает камеру, и моментально охрана на него накидывается, забирает у него телефон. Потом, когда Кадыров потанцевал, ушел. Охрана, которая стоит вокруг, внутри, она везде там стоит. Охрана никому не дает выйти. Выключается музыка. Через микрофон охрана говорит, все телефоны, каждый, кто, если кто-то что-то снял, сфотографировал, удалите. Если что-нибудь на телефоне найдем, не поздоровится. И потом вот этих всех людей начинают проверять их телефон каждого человека. Поэтому сейчас они как бы поумнели в этом вопросе. Это, кстати, не только сейчас, это было достаточно давно, о чем я говорю. Сейчас, наверное, они еще умнее. Вот человек пишет. Во всей республике висят портреты Ахмада Кадырова и Рамдана Кадырова. Зачем людей заставляет их вешать? Что хайтера можно, что-то, наверное, Ахмада Кадырова. Чингис, Нома. Вот я вообще удивляюсь, что есть у нас такие люди, что могут чеченцев заставить что-то как-то сделать. Мы же непокорный народ, всегда история нашего народа. Представьте, это не против меня они, а против народа они. Пишут такие статьи. А если есть, если их бережь, к ним относятся, значит, мы продолжаем достойно дело нашего первого президента, героя России Ахмада Кадырова. У нас как насильно милый будешь. Я уверен, я уверен в том, что никак мы не сможем добиться, насильно заставить наш народ как-то там ввел то, чего они не хотят, что-то, то, чего им не нужно. Поэтому я очень люблю свой народ. И Ахмад Хаджи очень сильно любил и отдал свой язык ради народа. Если висят наши портреты, то я считаю, что это нормально. Но я несколько раз говорил, и убирали мы портреты. И говорил, что есть президент Путин, есть наш первый президент Ахмад Хаджи. Мой там личный. Но все равно, кто-то, это мое личное. Куда вы? Даже были разборки. Вы в дюрмецком муниципальном образовании, руководство. Когда я сказал, чтобы убрали портреты, один на своем торговой цене, где-то был, они у них разборки были, что он не уберет. Некоторые хотят преподнести это как культ личности, туда-сюда, что я что-то, они думают, что мне это нравится. Мне это не нравится. Когда я себя вижу, когда я слышу себя, мне бывает неудобно, неловко. Когда я еду куда-то, если в колонне мы едем, когда гости приезжают вот так, вот так, мне бывает неудобно перед людьми. Я родился в селе, я сельский парень, я вырос в селе. Я не знаю, нет у меня в душе, но любовь к власти или гордиться этим, восхищаться у меня, этого нет. Никогда не было хвала Аллаху. Дай Аллаху, чтобы никогда не было. Как ты думаешь, есть ли среди них кадыровцев и их близких, те, кто понимает, что творят несправедливость и так далее, но просто считают себя заложниками ситуации и продолжают следовать этому пути, лишь бы их пятая точка и семья были в тепле и достатке? Сто процентов среди них есть такие люди. Прям сто процентов. Я не скажу, что они где-то там вот наверху, как, допустим, Даудов, Делимханов и прочих. Но в системе самой иерархии они есть. Субтитры подогнал «Симон»